Товарищ верховный главнокомандующий вооружёнными силами Республики Южная Осетия, личный состав отряда милиции особого назначения имени Вадима Газаева в ознаменовании 29-й годовщины образования отряда построен. Командир отряда, полковник Плеев. Здравствуйте, товарищи омановцы! Здравствуйте, товарищи омановцы! Вольно! В ознаменовании 29-летия образования отряда милиции особого назначения силовики традиционно были награждены медалями и грамотами. Каждый год, 14 февраля, одни из лучших сотрудников получают внутриведомственные и государственные награды. Ровным строевым шагом один за другим бойцы ОМОНа выходили за нагрудными знаками отличия, которые им вручил глава Республики Анатолий Бибилов. Их каждодневную работу трудно переоценить. Особо значимо то, что в первые годы образования ОМОН сотрудники выполняли роль единственного блюстителя правопорядка. Я сердечно хочу вас всех поздравить с днём создания отряда милиции особого назначения, днём чести и мужества сотрудников ОМОН. ОМОН Республики создался в самые тяжёлые периоды, исторические периоды Республики Южная Осетия. С момента основания вопрос уже стоял об обеспечении безопасности Республики, об обеспечении правопорядка, борьбы с преступностью. И именно отряд милиции особого назначения встал впереди борьбы, встал на фронте борьбы и со внешним врагом, и со внутренними деструктивными элементами. Очень много годов прошло, и сегодня отряд милиции особого назначения дальше выполняет боевые задачи, оперативно-служебные задачи по обеспечению правопорядка в Республике Южной Осетии. Медали защитнику Отечества за службу на страже мира и за верность долгу получили ребята за выполнение боевых задач. Для кого-то медаль первая, а для кого-то пополнило число уже имеющихся, но всех их объединяет служение народу и родине. Саркисяна Арарата Владимировича, старшего инспектора по анализу и планированию отряда милиции особого назначения Министерства внутренних дел. Боевая биография отряда свидетельствует о том, что его офицеры и бойцы всегда отличались особым профессионализмом, высокими боевыми, моральными качествами, патриотизмом и преданностью делу. Как бы ни менялось время, главная задача для каждого сотрудника отряда остаётся неизменной – оберегать мир и покой граждан, отметил заместитель Министра внутренних дел Тарзан Кукоев. Основными задачами ОМОН являются защита конституционных прав и свобод граждан, борьба с преступностью и обеспечение общественной безопасности. ОМОН – это реальная сила, которая способна выполнять самые сложные служебно-боевые задачи по обеспечению правопорядка, как в обычных, так и в истремальных условиях. Главная ценность отряда – его сотрудники. Тех, кто служит в ОМОН, был и остаётся участниками процесса становления, укрепления и развития государственности нашей республики. Героический подвиг сотрудников ОМОН, отдавших жизни в борьбе за свободу и независимость нашей республики, останутся в нашей памяти, ибо память – наша честь. Мы склоняем головы перед их мужеством и стойкостью. Огромная благодарность была выражена сотрудникам, ветеранам, заложившим и поддерживающим боевые и служебные традиции, за честную, безупречную службу и профессионализм. Также минутой молчания была почти на память ОМОНовцев, которые не дожили до сегодняшних дней, исполняя свой профессиональный долг. Яна Плева, Арнольд Харебов, Тамерлан Гусраев, специально для передачи неделя.